В тот момент я думал, что все хорошо, у меня все отлично, у меня собственный бизнес, целевую мониторию, поймал деньги, все классно, я кайфую. Вы любите вообще кайфовать? Да! Круто! И это был звонок моей любимой мамы, она мне позвонила и сказала, она как раз вышла на пенсию, два дня спорта, как на пенсию вышла. Она говорит, я подготовила с классной компанией, крутая, хрестент, щедрые, конфеты вкусные. То есть это все, что было сказано. Я дальше к сетевому маркетингу относился именно так. В паре я не буду, предлагать ничего не буду, строить ничего не буду, мне ничего не надо. Есть люди, кто так же думал? Да! По одному, с тем причинем, потому что мы там не разобрались, правильно? Ну, произошло следующее. Она потихоньку ко мне с разных сторон подходила вместе с моей супругой, пыталась отравить на меня разных лидеров. Это действительно была правда. И потом она сказала, съездь из Америка продукт в представительстве города Екатеринбурга. Это, как говорится, один из жетонов был. Я приехал, как раз, у меня встретились, на сегодняшний день уже наши амбассаторы, это Любилла Дерягина и Игорь Кишко. Я спросила, Павел, как у тебя дела? Я, конечно, с гордостью ответил, у меня все хорошо, и магазин два этажа. Она говорит, два этажа, я говорю, да, ну ладно, смотрим. Где магазин? Не было давно. У меня произошло в жетон, почему? Потому что я их знаю давно, и знаю, находятся там, где есть деньги, и где все надежно. Я вам благодарю. Аминь, спасибо. Произошло дальше. Все было вроде хорошо, и дальше двигались, конфеты ели, и, как говорится, при рождении ребенка привели оторвение. Сколько на добрый день времени? Девять месяцев, и у нас такой процесс не нашел. На третий месяц, мама, я пытался еще накормить чем-то, еще познакомить, и так же вместе, вместе с супругой, они меня просто заталкивали в компанию, и пел, просто заталкивали. И в один прекрасный момент, когда сработал маркет-продукт, я сказал, я готов. Я готов быть в этом бизнесе. Я не смотрел маркетинг-план, честно. Так как я предприниматель, и украла очень много нишек на сегодняшний день, для меня всегда было очень важно, какая целевая аудитория. Это, кстати, один из инструментов на сегодняшний день для вас, если кто-то захочет вам предложить что-то лучшее. Когда приходят истевики с разных компаний, или в организации, говорят, пойдем, у нас кручим продукты, все ли, окей, давай только продевать современ. Они говорят, как? Я говорю, я беру близко нашел продукт, неважно какого, и ты берешь свой уникальный продукт, если хочешь, мы будем датащить его. Неважно, что у тебя. Заходим в любую дверь, любого дома, на любой этаж, постучаюсь, приходит человек. Неважно, какого он возраста, неважно, какого он пола, неважно, болеет ли, был здоров, счастлив или богат. И этот продукт им нужен. У тебя будет так, он говорит, нет? Я говорю, у меня будет. И именно в этот момент я сделала его именно в сторону аккаундации. Почему? Потому что у нас целевая аудитория, как вы думаете, кто? Свет. Здесь нет. И я этот продукт на своих презентациях, на тренингах, я всегда его справлю с воздухом. Воздух нужен всем. Люди не выбирают, а я болею, сегодня не буду дышать, да? Также и наш продукт, он нужен всем. И это очень хороший аргумент и инструмент для того, чтобы конкурировать на рынке. После этого я сказал своей супруге, я готов посмотреть маркетинг. Что меня зацепило в маркетинге? А, кстати, вы любите деньги вообще, честно? Да! Их можно зарабатывать, можно тратить и можно сохранять, правильно? Это здорово. И когда я посмотрел наш маркетинг, меня зацепило именно тот самый, в первую очередь, что я деньги получаю не гайки. Честно скажу. Я не понимал пиви, уё, уе, что там. Просто не понимал. Я видел то, что я получаю деньги не гайки. Как вы думаете, это важно или нет? Да! Важно! И после этого я своей супруге сказал, что мы срочно вылетаем в Москву, это мы локтями. И я должен познакомиться с Сергеем Сергеевичем. И когда я увидел мою энергетику, я посмотрел, что да, по месту стоят люди и потом деньги, и меня зацепило. Я сказал, что я буду в этом бизнесе. И мы потихонечку стартанули. Стартанули я пытался совмещать с моим бизнесом, какие-то презентации проводить. И на всю жизнь я запомнил 5 февраля 2017 года. Это когда до этого времени я пытался продать свой магазин, я пытался его подарить. Хотя там был очень большой товаромрод, я выстроил его реально. И он работал. Я его менял. Что я пока с ним делал, никому не нужен для того бизнеса. И 5 февраля моя супруга, мы с утра просыпаемся, она говорит, Павел, мой совет, закрывай этот магазин. Один день привез, что будешь. Я запомнил эти слова на всю жизнь. И с этого момента моя жизнь изменилась. Я поехал на базу, взял паренький кустовичок, полезил в табличку закрытых и вывез все с магазина, что есть. И я остался минусом 365 тысяч рублей. С двумя депрессионной квартирами. Это была правда. У меня не было каких-то еще накоплений, еще чего-то. И я только видел цель, что я хочу добиться больших результатов в этом бизнесе. Какие цели, я вам не скажу, честно. Мы же нас знаем. И мы начали с квартиры. Мы просто приглашали людей в квартиру и шли по системе ГОУ. Кто знает из канальной системы ГОУ? Сколько у нас человек нужно по маркетингу вылечить от сахара или овера? Нисколько. Не, ну правда. Ты же говоришь, дизайн? Нет. Мы просто открывали слайды, открывали компьютер и шли просто по слайдам, по слайдам, по слайдам. Я помню, когда сзади пары вокруг, мы сидим в офисе или нет, не в офисе, но еще кто-то в квартире, на кухне, потому что дети спали в комнате. Много людей, чтобы сказали, и потом наградали им, Зайд, это так, они все здесь, и на громко себя. И скажи, что это, дорогая. Или я в метро. Ну я говорю, отлично. Продолжай. И она закрывала сделка. И шаг за шагом, потихоньку, на сегодняшний день мы выросли команду, это действительно есть. У нас чуть больше 600 человек в команде, на первое время 21 человек, и живыми деньгами на сегодняшний день мы заработали чуть больше 41 тысячи евро. Это живые настоящие деньги, которые мы их потратили. Мы их не придумали, не придумали ничего. Кроме этого, мы чем сегодняшний день не занимаемся? У нас два региональных центра. И я, знаете, настолько искренне благодарен своим спонсорам, наставникам, именно за то, что вы с нами сделали. Кто-то нас выпнул в жизнь, кто-то пытался вернуть обратно, кто-то просто в сторону оставил. Я благодарен вам это все за это. Правда. Если бы вы это не сделали, мы не стояли, скорее всего. У нас, наверное, не получилось, что вы бери, что мы еще можно придумали, а может, а еще самое страшное, что все могут обвинять, да? Это одни ваших таланты. Неправильно поставили, неправильно ставили. Несмотря на что, мы идем дальше на наши цели. И в компании EPL мы добьемся очень больше. Подплопайте, выкладывайте. Итак, как многие сказали, что я практик, я хочу вам сегодня именно дать инструмент, который именно разработал сам для своей команды, то есть сплатно, безо всех делюсь, для того, как быстро закрывать сделки. Давать правильную информацию, и чтобы ваши все регистрации проходили на 100% с заказчиками контрактами. Кто так хочет? Все. Все хотят. Смотрите, у меня в вашем сомнении все удивляются такое. Когда приходит человек, он говорит, слушай, я ему ничего не говорил, потому что у меня вот девочка так приходила, она пришла устраиваться на работу. Она маркетолог, крупной компанией, но и у нее устраиваться на оплату. Я тебе и отправлю с ней поговорить. Я говорю, ну хорошо. Она, получается, пришла ко мне и говорит, здравствуйте, ну расскажите, что у вас и как. Я начинаю ей рассказывать. И она говорит мне, слушай, так это с него маркетинг? Я говорю, да. Что ты мне раньше не сказал? Я говорю, ну я тебе и рассказываю об этом. Она говорит, ну все понятно. Окей, через 20 минут она достала паспорт, она за рекомендуется, когда она уходила. Он мне говорит, скажи еще раз, как ты это сделал. Вы знаете, как ты это сделал? И я с ней просто поделился, то есть есть реально три инструмента, которые нужны для того, чтобы именно на сегодняшний день, ну ладно, сумму, пожалуйста, с лассерами, или с маркерами, или с карандашами, или с мелом. Наверное, можно. И я поделился именно, как это сделать. Смотрите, на сегодняшний день, согласитесь с тем, что рынок перенасыщен? Предложение тьма. Просто их тьма, все. Когда вам поступает какое-то предложение, что я хочу, чтобы ты был богатый, я хочу тебе дать самое лучшее. Знаете, я с вами, ребята, человек, который только пробежался по вашей страничке. Есть такое? Вы что сразу говорите? Да, я только остал, мне это надо. Или нет? Нет, нет, конечно, и эти предложения идут в сегодняшний день тьма. Как вы думаете, почему люди не сразу начинают взбиваться именно в вашу информацию, в новое предложение? Защитная реальность, чем реальность? Как вы думаете? Страх? Обман, вот, все отлично. Одним словом, значит, что у людей нет? Доверие. Согласитесь? Просто нету доверия. Люди просто боятся, что когда они придут к вам, получат информацию, а ваше назначение какая? Собрать у них? Деньги. Деньги, правильно? А кто любит семьями вздаваться? Просто так. Никто не любит. И это единственная сегодняшняя проблема, причина, над чем нужно работать. Для того, чтобы получать издающие хорошие контракты. Дефицит на сегодняшний день существует только один. Это в кошеках у людей. Согласны? Попил воды мне, вот, стало легче. И это действительно так. И я для себя, когда я разобрался именно в системе маркетинга, я разобрался, что это за модель, как она работает. Я постоянно перед сном проливаю этот раз, почему бы мне не сказали 36 лет назад, не читали мне книжку об MLM-маркетинге. Вообще, когда я родился, надо было не сказки читать, а именно MLM-маркетинг – настоящий инструмент. И я всегда говорю ему новичку. Сетевой маркетинг – это инструмент. Это инструмент, как сегодня сказал Сергей Сергеевич, многие этого не понимают. К нему надо относиться как к настоящему бизнесу. Именно как к бизнесу. И это инструмент. Работа по-другому является инструментом? Да, является, конечно, потому что если есть инструмент, значит есть результат. Да, конечно. Смотрите сразу на примере, скажу, чтобы вам это было понятно. Все знаете дрель? С проводом такая, да? Что она делает? Все это на трексте, да, делают? Представляете, что вы не умеете ей пользоваться? Вы берете эту дрель, подходите к стене, да, и вы не понимаете, что с ней делать. Вы постучали, постукали вот так, но толку этого нет. Шнурова, грудь, да? В результате, что вы ее выбросили? Чтобы научиться пользоваться этой дрелью, что нужно было сделать? Прочитать инструкцию, правильно? У каждого инструмента есть своя инструкция. Когда человек к вам придет и скажет, слушай, тут ты увидел такую классную дрель, подскажи, ну вообще стоит ли ей пользоваться, что вы скажете? Нет, идеально. Правильно? Не работал. И большинство людей именно понимает об этом, что каждый именно инструмент, да, у него есть инструкция, и в нем нужно разобраться. И также это сетевой маркетинг. Это ваш инструмент. Он решает какую-то определенную задачу. По-другому нет. И люди, когда приходят в сетевое, я им сразу говорю, ребята, вы с первого дня не станете миллионерами. Не станете. Если вы пришли без команды, новички, вы не станете. Но через месяц сможете. Кто согласен? Потому что именно сетевой маркетинг дает такую математическую прогрессию, что ни один бизнес не дает. Ни один бизнес. Я когда привозил технологию на Россию, это оборудование, которое делали с полу-холоду. Представляете? Новичная технология, это круто. Это просто врезерку в одну и вода дается. Без влажности. Там нет такой математической прогрессии, которая есть именно в компании Белой. Я всегда рассказываю на своем примере, когда мы за месяц с моей прекрасной женой заработали тысячу рублей. Заметите. Как вы думаете, вы кайфанули? Конечно, кайфанули, потому что мы проверили, что система работает. Потому что даже тысячу рублей заработать в сетевом, это уже успеет. Когда мы заработали за неделю 180 тысяч рублей, кайфанули уже по-другому. Мы уже были уверены, что мы эти деньги получим. И сейчас перейдем к самому важному, как именно, какими пользоваться именно инструментами для того, чтобы ваши сделки, ваша подача информации была 100%. Чтобы все, как говорится, все пазмы именно сошлись. Я на сегодняшний день пришел к такому мнению, что, допустим, я на партнеры приходят и говорят, слушай, Павел, расскажи, как работать у нас в жире. Допустим, вот такой вот, да, о, как с семьей Сергеевского, да, пирамиды, не пирамиды, то есть можно в класс тоже хороший вариант, да, а вот дальше по-другому вот этим. И я пришел именно к тому, воспользовался фразой «ловись», да, это я запомнил, я знаю, запоминаю отрезки, но четкие, да. Как работать с возражением? Никак. Надо работать над подачей информации, чтобы не было никаких возражений. Если вы правильно отдаете информацию, значит, у вас не будет никаких возражений. Так как не будет это третяечко, или будет шелкать. Ага, симпатичная. Алгоритм успеха. Во-отдруге многие задают такой вопрос, да, вот, и проходят уже, как говорится, к четверкам, к лидерам нашим, да, и говорят, слушай, подскажите, вообще, в чем секрет? В чем секрет вообще этого бизнеса? Что нужно делать? Когда Сергей Сергеевич сегодня ответил, на что нужно делать? Действовать, работать надо, да, и больше ничего. Как вам выглядит, ну, как это успеха? Самое первое. Это бизнес. Нужно строить на комфорте. Ага, опять-же, привет. Комфорта. Согласны? Потому что, когда человек приходит именно по голове в индустрию, приходит именно в сетевой маркетинг, он приходит. Зачем, короче? За комфортом. За комфортом, за жизнь, правильно? Или нет? За комфортом, за свободой он приходит, за здоровьем, тот приходит за деньгами. Верно? Есть на сегодняшний день три составляющие, которые во время именно подачи информации помогают человеку принять правильное решение. И первый блок, который я назвал, это доверие. Смотрите, сейчас очень важная такая информация. Я уверен, кому она зайдет, то ваши все презентации, они будут закрываться на раздам. Первый блок, который нужно использовать, это доверие. Второй блок, это безопасность. И третий, это деньги. Когда вы живете в доверии и вы доверяете, люди и вам доверят, вам комфортно? Когда вы знаете, что вам ничто не угрожает? Вам комфортно? Когда у вас есть деньги, вы можете их зарабатывать, можете их сохранять, приумножать. Вам комфортно? Это, знаете, да, не всякие компании имел, да? И это действительно так. Смотрите. Мы первая часть с вами разобрали, да, что самая первая проблема, которая сейчас есть, в урдении доверия. Что нужно сделать, что нужно сказать, чтобы люди стали вам доверять. Когда человек вам доверяет, он готов уже дальше слушать о продукте, о маркетинге? Да. И в первую блоку я там прописываю. Все хорошо? Спасибо. Первый блок в доверии это, кто вы такие, а я, а я, а я и компания имел. Что в это входит? В первую часть это входит именно, кто вы такой, откуда вы, как говорится, нарисовались, да, и почему я вас должен слушать. Второе, это компания имел. Смотрите, в это обязательно входит именно руководство компании. Наше собственное производство и обязательно то, что у нас все реализовано. Что все партнеры получают деньги на деньгами за вычетом уже всех налогов. Это идет в первом блоке. Подача информации. Я, как понял, на питьму, да осталось? Видимо, не было лично. Вообще все, не все, не все, не все. По первому блоку. Давайте похлопаем, а? Я согласен с тем, что мы все устали, честно. Прекрасно вас понимаю, но, как раньше сказала Евгения Новикова, мы там были в Москве, именно на закрытом тренинге Даймонда, вы представите, если было очень много народу, было очень жарко и душно, кондиционеры просто не справлялись, кто-то говорил, мне жарко, молодые, да эти. И она сказала, успех приходит, именно только когда так, когда вам плохо. Когда проходите через это все, тогда у вас успех. Я с вами согласен, с этим так. Первый блок на продавение. Когда вы человеку продаете компанию со стороны доверия, он готов вас дальше слушать. Просто для себя пропишите, что входит в доверие. Это кто я такой и компания. Это руководство компании, что мы единственные собственные дарят на технологии на сегодняшний. У нас свой завод и все деньги выплачивают с учета налоговых вычетов. Как вы думаете, когда вы как-то расскажете, у нас есть вальмонахи, все это, потому что времени мало, у человека будет доверие к вам или нет? Да. Какие-то слова. Да. Ну правда. Да. Сергей Сергеевич, что я не понял, что доверие завоевал ваших. Следующее, смотрите, когда мы начинаем говорить о безопасности, что входит в безопасность, когда вы говорите презентацию человека? Какие чаще всего случаются вопросы? Терамида, лопатерия. Все верно, еще. Так? А, вот так, да? Ага, опять, отлично. Продукты. Когда мы говорим о продукте, больше всего какие вопросы звучат? Да. Привыкание, сертификаты, да, то есть легально-нелегально мы не говорим. Если человек вам задал вопрос, что, а это вообще легально, значит, вы здесь проиграли. Понимаете? Значит, вы не сказали, доверия нету. Когда я читаю презентацию, мне никто не сказал о том, что, ну, а это вообще легально, а вы сами идите, а не будут там пересировки, либо что-то, все здесь. Как вы думаете, если в компании, компания седьмой год на рынке, и вот запомните эту фразу мощную, которая убирает все возражения, это привычка называется, перед продуктом, я всегда так говорю, слушай, знаешь что, а за семь лет никто не смог доказать, что продукт не работает. Ты можешь быть первым. Понимаете? Все. И уходят все полностью вопросы. И правильно, как сказали Зайда, а это можно, а тебе ребенку можно, а это можно. И продукт подавать только со стороны безопасности. А кавалитосей, то есть я флагману беру только кавалитосей, потому что этот продукт на сегодняшний день не конкурирует ни с кем в мире. Подаете со стороны безопасности. Все. Я не беру единственной вытяжки, да, что никто не доказал, и о том, что продукт обязательно полезен. И мне очень нравится презентация Артыка, да, когда он рассказал, представляете, вы съели тут сразу же яблоки, помидоры, я говорю, цыг, яблоки, все забили, ведром себе ночи. И продукт подавать только со стороны безопасности. Тогда, когда вы скажете, что он абсолютно безопасен и имеет только здоровительные идеи, человек к вам откроется. И он будет слушать, и он сможет кому-то дальше об этом рассказать. И третий блок. Это деньги. Я вас спрашивал, все сказали, а кстати, а кто любит тратить деньги? Любите? Сергей Сергеевич сказал, все потратить нужно у нас сегодня. Все тратить, говорю. Смотрите. И третий блок. Это деньги. Многие спрашивают, что, а на первой презентации говорит о деньгах или нет? Как думаете? Да. Надо говорить? Да. В общем, сто людей говорят, как о деньгах в презентации. Ты будешь богат, ты будешь счастлив, ты будешь это, ты будешь это, ты можешь жить это, это, это. Есть такое? Или знаете, я говорю, что у тебя столько кредитов, долгов там, все, как ты будешь рекомендовать? Вот для тебя инструмент. Есть такое? Нет. Как думаете, человек вам откроется? Нет. Да нет. Потому что его они так бесят, да? Эти все кредиты и все остальное, они мутают на больное. Деньги. С какой стороны подойти? Что можно делать, ингами? Тратить счет? Тратить истирую. Как? Зарабатывать ищет? Сохранять можно? Да. Можно. Что? Инвестирую. И вот это нужно показать именно в третьем блоке. Конечно, я захотел сам для себя. Но смотрите, что получается. Успех, алгоритм успеха заключается именно так. Когда я человеку продаю доверие компании, почему с ней выгодно сотрудничать? Потом показываю безопасность продукта. И показываю, как можно сохранить деньги и сэкономить. Кто еще в этом сомневается, как можно с компанией иметь сохранить деньги, я вас всех приглашаю на штаб 17-18 августа в городе Гитинбург на большой бизнес-семинар, где будет подробно это рассмотрено. И сейчас одна ума минута я хочу сказать, помните, в самом начале я сказал, что с компанией пел все возможно? Да. И когда мы проводили первый автопробег в городе Пероуральск у нас был наш Апасадон, у нас еще были национальные директора, и кто посмотрел видео, Игорь Гришко сказал, что как происходит вообще в Камальке? И если наставлен сказал, сделать, вам так говорят, сколько раз, правильно? и у меня даже так же не произошло. 10 июля, мой день рождения, мне 36 лет, я в разгаре, я знаю, что мне команда дарит подарок, я доволен, в офисе все. И что вы думаете, что мне подарили? Пришел с парашюта, я боюсь ужасно, это было просто нечто. Я думал, будет так же еще что-то, но не пришел с парашюта. 2400 метров, 240 километров в час, это было что-то нечто. Я какое-то время молчал, но я понимал, что для Ростова я это сделаю, и я это сделал. Я благодарю своей семье, все 11 человек, они поехали за мной Глобинова, на большом самолете мы ждали для семьи вечера, была огромная, очень просто прыгала, очень много людей и это сделал. И самое первое ощущение, которое, когда я поднялся на высоту 2400, я сидел в самолете, ну, загадывал какие-то цели, ставил планы, я не было желания, что этого не сделать, я думал, что это на горубейшке. Опять же говорит, Лариса, скорость переключи. Это именно было переключение скорости. Я все это прописал, и у меня в глазах остался тот момент, когда я, стою, смотрю вниз, знаете, 2400, я не знал, тепло, либо холодно, что, и вот этот дружок пал туда, и когда я уже летел, со мной летел оператор, рядом, который меня снимал, и такой раз, и живу, бегаю, да, и я говорю, я это сделал, и поэтому вы имел в компании все возможно, не хотите сами, команда вам поможет. Я вас люблю, с вами, у меня, черепей, спасибо.